Богослови, Владыков! Приезд благочинного в любой из храмов церковного округа и экзамен, и праздник, и помощь в решении важных вопросов. Озвучание голосов в певчах Георгиевского собора делает богослужение незабываемым. Господь, поморь, и стя, али, и ой! Архимандриту Нестору возглавившему литургию сослужат настоятель священника Дмитрий Рябчиков и диакон Илья Есин. Михаила Архангельский храм в Бушарине построен в 2003 году по обету, в то время главы звени города Леонида Ставицкого. Сооружение небольшое, но уютное, ставшее духовным центром села. Внутреннее убранство выполнено со вкусом. В своей проповеди отец благочинный признается, что молиться в этом храме легко. Храм этот востребован. Храм этот нужен нашему народу. И вот я вижу того человека, который это сделал, и серьезно из сердца выходят слова благодарности за то, что он в первую очередь подумал о народе. Действительно строился храм в благодарность Богу за чудесное спасение сына-подростка после страшной автомобильной аварии. То есть искренне и убежденно. Не потому ли люди здесь чувствуют себя как дома. По сути, получился настоящий семейный храм. Мне нравится атмосфера. И уже дружились мы со всеми прихожанами. Общаемся хорошо с батюшкой. Очень приятно здесь находиться. Очень здорово. И батюшка, и люди все. Я даже не знаю, как это описать. Просто очень здорово здесь. Близок он мне тем, что, во-первых, здесь семейная атмосфера. Да, вот. Дети у меня очень любят здесь находиться. Они прям сюда очень хотят. Ну и как-то мы все близки друг к другу, поэтому друг друга знаем, поддерживаем. Мать из Мики очень хорошо стоять. Очень добрый. А что он добрый-то такой? Не наказывает вас? Не, ну наказывает. А как наказываешь? Если там, например, что это укоряется, чтобы мы сделали, она исповеди начинает там укорять, чтобы оставить такое делать. Он объясняет, когда там совершил, он начинает объяснять, что надо правильно было сделать. И объясняет, почему именно. Это надо привести к покаянию. Священник Дмитрий Рябчиков уже 12 лет настоящий сельский батюшка. Живет здесь всегда вместе с прихожанами. И принимает односельчан в любое время дня и ночи. Выслушивает. Просто помогает. Сегодня село прирастает жителями, малыми детьми, потому впереди строительство нового храма и воскресной школы. Образ нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери уже рожден его автором. Местным жителям на Щетукоева возведение множества церковных зданий по всей России, Подмосковью и Звенигороди. Образ я нарисовал и отдал архитекторам уже, чтобы они прорисовали там ваксонометрии, там планы, фасады и все прочее. И получилось очень-очень хорошо. Еще с привязкой к участку, потому что он такой достаточно зажатый. А он будет за храмом. За этим храмом будет вот еще один храм. Но входа будут крыльцами, вот как крылья, в две стороны. Посильно помочь в бушаринском храмостроительстве может любой человек. За строителей и благоукрасителей здесь возводится молитва за каждой литургией. Мы к этому призваны делать для ближних то, что хотели бы сделать для себя. То, уверяю вас, в день оный мы бы услышали, а этого никто не минует. Слова Господа. Придите ко мне и наследуйте Царствие Небесное. Редактор субтитров А.Семкин